сегодня хочу тоже поделиться о том чтобы несколько тем взять знаете бог это невероятная тайна это бездна апостол павел в некоторых посланиях начинает слава словить бога и так восхищается что просто замолкает и как бы он готов без напознание ведение божие как непостижимы пути его и судьбы его писание говорит чтобы утешили сердца соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения подумайте всякое богатство совершенного разумения для опознаний тайны бога и отца и христа в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения это послание колоссия на 2 глава и бог это тайна сегодня мы получили откровение о том что у нас есть служитель он тоже бодрствует ночью перед этим служение вот даже наше служение сегодня это не просто собрание мы приходим словах служению приготовившись потому что это священно действие сегодня обещаю здесь не не просто так от приготовившись к этому служению и не один день было показано как существо которое служит с божиим человеком она способна нести измерение неба земли и под водой я коротко коснусь потому что это такое много личного но это небесное ведение о небесном богатство бога и тайны бога и соки сокровища премудрости ведения это понимать небеса многие люди рассматривают небо не понимаю что такое небо вообще некоторые даже кажется скучным но небеса и верующий божий человек который живет на земле на этом который встретился со христом ему ведь небеса ведомы ведомы небеса земля он понимает события на земле которые происходят тенденции и все эти тайные ходы и движения на земле среди человечества божий человек имеет ведение о том что происходит на земле через призму божьего слова он смотрит и видит и не удивляется ничего и под водой это тайны сокровенного мира мира второго неба в том числе и он тоже может идти чтобы иметь дарование наделять светом изменять изменять останавливать блокировать минимизировать и менять сегодня не напрасно вот то что говорила сестра обозначаете они мы этом и всех эти все эти культовые слои социума мы делаем правильно апостольскую работу то что мы обозначаем эти названия и мы осуждаем это это может делать апостольская церковь она должна поставить оценку вы можете за но надо быть толерантными как там детки вот слушают смотрят уже японская культура да но если там демоны они создали они наполняют это и мы не осуждаем что мы тогда за церковь такая скажите мне вы хотели бы служить сейчас лезть от меня хотели бы служить здесь за кафедрой лестные слова вы хотели бы чтобы вам сейчас на душе стало хорошо ли вы хотите правду услышать вы изберите для себя что вы ждете и что вы хотите и мы здесь не балуемся в игры играем наша жизнь она однажды предстанет пред престолами я буду отвечать за то что я говорил я буду давать полный ответ перед господом богом моим за то как я говорил истину и сейчас я тебе буду угождать или же я буду служить богу ты ответишь перед богом своим ответишь и кстати не только перед богом и перед братством тоже в вечности написано не они будут вам судьями и братство встанет тоже судьями будет не думайте что она не будет судьями она тоже будет судить этот мир и те кто ходит в истине они будут судьями Одно из откровений сегодня Братья и сестры обрабатывали землю Распахивали ее, очищали от камней, приготовляя ее к посеву Тем должны заниматься на наших местах, куда мы посланы Но семена у некоторых были старые, у некоторых покрылись плесенью А у некоторых были обрызганы насекомыми Еще у некоторых были семена с пустотами внутри Хотя снаружи казались целыми, у некоторых семена были совсем высохшими Мы говорим о том, что надо говорить об Иисусе Нужно являть Иисуса Нужно проповедовать в силе, надо искать силу Божью Чтобы благовествовать эффективно И это не просто так, сила на земле не валяется Ты не можешь просто прийти, рассказывать о Боге и назвать это евангелизацией Сила это подтверждение Бога, что ты делал все правильно Поэтому ищите силу на проповедь и проповедуйте чистое слово Что Иисус это единственный путь, как можно спастись Проповедуйте о рае, проповедуйте об аде, проповедуйте полное Божье слово А не просто то, что приятно людям Иначе мы делаем компромисс И наши семена пустые или обгрызаны Не позволяйте насекомым обгрызать ваши семена Сейте чистое семя Божие Почему многие люди не возрождаются никак даже Вот мы благовествуем там, сям, непонятно Да потому что ты их даже про крещение не говоришь О том, чтобы спастись, нужно креститься тоже Что нам делать? Веруйте в Господа Иисуса, и так крестится каждый из вас И нужно проповедовать крещение Погружение в смерть и восстание в жизни Уже семена пустые Просто о Боге что-то хорошенькое Такое, чтобы не поссориться Но не о Христе, не о Кресте, не о крови Христа Не о жертве, не о Голгофе Не о Баде Не о Крещении Не о Церкви Христовой И нам нужно полное Слово Божие Чистые семена Очистите ваши семена И люди будут рождаться Они будут сильными младенцами А не больными и слабыми И написано дальше здесь в Откровении Что все старые семена нужно было выбросить Выбросите их Ваше познание Ваше, может быть, преимущество В кавычках, как Павел сказал Я отрекаюсь от преимущества Очистите семена от ваших преимуществ И проповедуйте Христа чисто Чистое семя Божие Потому что вы не себя проповедуете А Иисуса И необходимо было выбросить Старые семена И найти новые Для хорошего посева И некоторым нужно было купить эти семена Посту, молитвы Начните Искать Поститься, молиться Возвращаться к Слову К жажде Слова А некоторые все еще надеялись Получить от старых семян урожай Чтобы не искать И не покупать новые И сажали их Но ничего не происходило Так что те, кто выбросили старые Нашел новые семена Или купил Посадили и увидели Как быстро взошли ростки Сейчас новое время наступает Сейчас вот мир Полностью Раскладывается Разлагается И мы видим Как жестокость Приходит в наши Дома Поэтому сегодня Время Когда мы должны Осветиться В братстве Понять, что мы Тело Христово Вы благодарите Господа Что есть люди Которые служат Богу Служат Кресту Кричат Обличают Возвещают Царство И правду Призывают Поститься Молиться Каяться Очищаться Когда церковь потеряет этот голос Она потеряет голос вообще И сегодня Как никогда Об этом нужно говорить Это время Когда нужно кричать О кресте Для плотских Запущенных Христиан И боговедение сегодня Очень важно Как никогда Боговедение Через боговедение Человек Оказывает влияние Потому что Он знает Бога О чем был секрет Силы Самуила Мы не знаем О его молитвенной жизни Мы не знаем О его Движениях Географических Мы только слышим Что он двигался сонном У него были ученики И он слышал Бога Он мог не взводить Катастрофы На урожай На урожай И гром гремел В ответ На его молитвы Мы видим Илью Который затворял небо И открывал его Мы видим Иова По отношению Которому Происходили суды Для других людей Но Это космическая война Очень высокого уровня Мы видим Даниила Который через пост Молитвы Не только Ведение получал Он получал Проникновение В эти Тайны И боговедение Это очень важно Сегодня для церкви Христоцентричное Боговедение Видеть Бога И Христа И через это Человек сам Становится Божьим даром Сегодня это откровение Пришло для меня И я Очень сильно сокрушен Через это Но Бог призывает Божьего человека Стать даром Быть Не стать А быть даром Павел сказал Я буду дарован вам Он говорил о даре Павел сказал Я буду дарован вам Когда человек Становится сам Даром Он приходит Как дар И через него Происходит Богоявление Но не всем Так дано Плотской Да не мечтает Даже близко Душевный Не мечтает Только духовный Кто почитает себя Пророком Или духовным Да разумеет О чем я говорю Некоторым из нас Господь Дал дары Но мы потеряли их Мы не заботились Об этом колодце Мы не заботились Об этом даре И вы знаете Я рассказывал Был дан дар Видеть Как у Рима У Рим Тумим У меня в самом начале Христианства Это для меня было Изумительно Это был У Рим Тумим Это очень важный Дар священства Я говорил уже О пророческом пастырстве И я служу сейчас В этом В последнем сезоне Пророческим пастырством Иногда Господь мне дает Конкретно Каком-то человеке Дает Чувствование Мысли Он дает Понимание Знание И ты служишь Так Как Господь Тебе открывает И Таким образом Господь Может пасти народ Это очень Дорого Когда идет Пророческое пастырство Когда пастор Пророк Достигайте Пастыря Чтобы Пророчествовать Потому что Так сказано В Писании Все мы можем Один за другим Пророчествовать И особенно О том Чтобы пророчествовать Ревнуйте О дарах духовных И Господь Дед дал Некоторым дары Он хочет сегодня Вернуть эти дары Которые мы утратили О колодце Об источнике Нужно заботиться За ним Нужно ухаживать Если повредишь Родник Польется Грязная вода Ты вскроешь Нечистое движение И будет Много воды Но грязной Она непригодна К питью Как сказано В Писании Что поврежденный Родник Что испорченный Источник И поэтому Сегодня Господь Некоторым людям Возвращает дар И Он желает Вернуть дар Но нам нужно За ним Ухаживать Кто-то Двигался Из вас В исцелении Ревновал Перестал Уже об этом Ревновать Кто-то В пророческом Двигался И так далее Кто-то Сны Видел Постоянно Полностью Исчезли Разве Так должно Быть Не должно Ли это Усиливаться И ты Понимаешь Что ты Слабеешь На своих Собственных Глазах Ты видишь Как ты Слабеешь И ты Ничего с этим Не делаешь Как это может быть Это Предать крест И вы знаете Что все Дело в кресте Дело в кресте Надо вернуться К кресту К кресту Надо вернуться С висящим На кресте Спасителем Я знаю Что сейчас Я мог бы Проповедать Проповед Радости Но дорогие Братья и сестры Разве нам Это надо Не хотите Вы ли услышать Голос Божий Я хочу Независимо От своих Предпочтений Некоторые люди Находятся В искушении Смиритесь И Господь Пошлет вам Утешение Когда вы В искушении Вы боретесь Начинаете Двигать Справедливость Пласты Справедливости Но это Ваша Земная Справедливость По щиколотку Она Ваша Человеческая Господь Сказал На эту Тему Хороший Совет Прекращайте Простите И все Просто Залейте Это водой Прощение Хватит Ковыряться И расковыривать Шероховатость Хватит Шероховатость Кто виноват Кто виноват Кто не виноват Вчера у нас была Позавчера Ночь молитвы И мы глубоко зашли И искали Господа И я на самом деле Вспоминал Как я первый раз Еще не был В контролируемом Иступлении Еще не мог контролировать И я упал И вспоминал Что я упал Тогда И потерял сознание Вот Что-то говорил Про ангелов И потом Выключился А сейчас Я захожу Гораздо глубже Гораздо глубже Чем тогда Гораздо более Тяжелой сферы Но могу контролировать Это Господь Дух Усилил Вот так мы молимся Братья и сестры Так мы молимся Мы спасаемся Слово и снова И спасаем людей Мы Плоцких Взваливаем на спину И тащим мы В гору Я ехал И там открылось окно Я хотел сказать Что-то Поприветствовать Но невозможно было Разговаривать Мы даже не прощались Мы сказали Давайте сейчас Разойдемся Невозможно было Разговаривать Трудно было Разговаривать После молитвных собраний Не приветствоваться Ничего Мы просто часто Так делаем Просто Останавливаем молитву И все Уходим по домам Чтобы не выходить Из этого измерения И мы ехали Открыл окно Брат И что-то Я хотел сказать Какую-то глупость Я понял Что у меня Только одно слово Которое я могу Говорить сейчас Которое будет нормально Звучать А не глупо Потому что все Что я говорил Это глупости Только одно слово Мог сказать Это Прости И все Это самое хорошее слово Когда тебе Ни о чем больше говорить Когда ты не можешь Ни о чем говорить Это прости И это нормальное Состояние христианина Когда ты обращаешься Ко всему творению И говоришь Прости И Господу Ты говоришь Прости Я подумал Да Я только могу Одно слово сказать Чтобы не быть глупым Это прости Сейчас идет То что Называется Сдвижение совести Причем Это касается И народа Божия Также Петр говорит Апостолу Верховный апостол Петр Так и нас Так и нас Ныне Подобно Сему образу Крещение Не плотской Нечистоты Но обещание Но обещание Богу Доброй совести Спасает Воскресением Он смотрит в глаза Он Прямо идет Его совесть И моя Мандрагора Это моя совесть Она может быть Гнилой Угасшей Засохшей Но Мандрагора Любовь Из доброй совести Исходит Потому что Все увещание Которое мы Сегодня увещаем Друг друга Оно Основано На доброй совести На нелицемерной вере На искренной любви И мы Вступили в завет С Богом Через водное крещение Братья и сестры Однажды Когда мы Сделали это Мы заключили завет Мы обещали ему Сохранить Добрую совесть Мы обещали В вечности Отдать ему Нашу добрую совесть Это мандрагора Который мы достанем Изнутри своего Внутреннего человека И представим Добрую совесть И если она сегодня Скверная И она сдвинулась С места Она не чистая Она измененная В какое-то Собственное верование В каких-то В собственном Евангелии Которое мы могли Придумать внутри себя Господь сказал Те меня любят Те соблюдают заповеди Это Господь сказал И что бы ты ни крутил Не говорил Не накручивал Ты не можешь это изменить Потому что Господь сказал Тот кто любит меня Тот соблюет заповеди мои Если ты нарушаешь заповеди Божьи Ты его не любишь Потому что это знак того Что ты любишь Господа Это заповеди И ты не изменишь это И мы вступили в завет с Богом И обещали ему Сохранить нашу добрую совесть И не только сохранить Чтобы она расцвела Еще добродетелю Потому что Вандрагора должна Пустить почки И дать запах Запах доброй совести Есть преобразованы Преобразованы Разные уровни совести От сожженные Сожженные в совести Своей написано Они сгорели В огне искушений Не в огне Святого Духа Они сгорели А в огне искушений И лжи И совесть их прогорела Вы когда-нибудь Кто любит горелое что-то? Никто Потому что горелое Это мертвое Горелое Это убитое Горелое мясо Горелый Горелый сахар Горелое Все что ты сделаешь Горелое Невозможно к употреблению И сожженная совесть Сгоревшая Совесть Во лжи Бодрствуйте за своей совестью Исцелите ее Очистите свою совесть Потому что Вы обещали Богу Принести добрую совесть И потом идет Чистая Добрая И в Духе Святом И совесть сегодня Сдвигается Не только на планете Но в теле Христа Что влияет на ее трансформацию? Из доброй вниз Это внешние ценности Когда на нас влияет уже Мир А не Слово Божие Мы начинаем Подвергаться Сдвижению совести По наклонной И она начинает Слабеть Наша совесть В Духе Святом Начинает ослабевать И сдвигаться С горы вниз И внешние ценности Сегодня Которые влияют На церковь Вторгаются Внедряются В нее Они сдвигают ее С ее фундамента С камня Христа Критические события И ты уже не удивляешься Тебе не шокирует это Ты уже привыкаешь К этим вещам Это страшно Нельзя Нужно шокироваться Нужно держать Свою совесть Распаханной Нельзя привыкать К этим вещам Нужно трезвиться И рвать на себе Сердце Чтобы все время Сострадать Чтобы у нас Ранил Дух Дух Святой Попрал кровь И совесть Перестает быть Сияющей Доброй Она гниет Она засыхает И эти личные грехи Мы говорили Что грех Делает три вещи Он разделяет с Богом Разделяет с ближним Ты не хочешь общаться С верующими людьми Они для тебя Кажутся не святыми И это личные грехи Потому что грех Ослепляет И он разделяет Также С ближним И он дает зависимость И ты попадаешь В зависимость Потому что Совесть уже Не реагирует Остро Покаянием Плачем Слезами На согрешение И когда у тебя Такого состояния Совесть Тебе нужно Спастись Снова Если грех Который тебя Не шокирует Он живет Рядом с тобой Тебя не шокирует Этот грех Я не знаю Что с твоей верой стало Я хочу тебя Предупредить Ты в опасном Положении Брат И не обманываетесь Грешник Царства Божия Не наследует Также контекст Совести По местной общине Может влиять На сдвижение Совести Есть такое понимание Как совесть церкви И когда там В норме вещей Нехорошие вещи Ну например Смотрите Мы сегодня Судили там Аниме И так далее И когда мы Ходим в стиле Аниме Это совесть церкви И оно сдвигается Когда мы Не осуждаем По слову Божьему То что осуждает Бог Когда мы Соглашаемся С тем С чем Бог Не согласен Мы начинаем Все верить Неправильно Это как Загнать сюда Дым С улицы Поджечь Что-то Нехорошо пахнущее И дым заходит И вроде мы Здесь живые Но дымом Все прогорклые И некоторые церкви В таком состоянии Они все дымят Просто Это Как Кодят Гарью Вот почему Мы встречаем Такие вещи Когда там Прославленец В блуде Или пастырь Или же лидеры В нечистотах В гомосексуализме Я слышал такие истории Прямо вот Из жизни Не буду сейчас сдаваться Но очень много Таких церквей В которых Грешники Находятся в церкви Настоящие Сто процентные Грешники В грехах К смерти И вы думаете Это все пройдет Да это вопрос времени Это бомба Замедленного действия Она разорвет Тебя изнутри Сейчас Это время Когда нужно бежать К Голгофскому кресту Который Ты предал Именно предал Если ты покинул его Ты его предал Есть только одна Приемлемая совесть Для Бога Это совесть В заповедях Христовых В соблюдении Заповедей Великой награды Есть только одна Совесть Приемлемая для Бога Это совесть В Духе Святом Чтобы сердце наше Не осуждало нас Не потому что Оно спит А потому что Оно чистое И чистое С сердцем Бога Узрят И с чистым Ты поступаешь Чисто С искренним Искренно А с лукавым По лукавству Как с лукавым Он ушел от Бога И Бог уходит от него Вот так вот С лукавством С лукавым По лукавству Ты покинул Бога Бог покинул тебя Дайте И сохраните Вернитесь Сохраните для Бога Добрую совесть Которую вы обещали В водах Крещения И когда вы крестились Не знаю Объясняли вам это или нет Вы именно это и обещали Добрую совесть И так же хочу Коротко сказать О верности Надав Ивеут Сыны Аароновы Взяли каждой Свою кадильницу Вроде своя Да Все Ни у кого не украли Положили в них огня Да Огонь положили Все хорошо Но вложили в него Курений Да Курения Прославляю Слава тебе Аллилуйя И принесли пред Господа Но огонь чуждый Который он не велел им И вышел огонь от Господа И сжег их И умерли они Перед лицом Господнем Чуждый огонь Братья и сестры Люди Божьи Имели всегда Отношение с Богом Это отношение С Богом огня Моисей Огонь сошел В скиню собрания Зажег жертву Соломон Зашел огонь С неба Зажег жертву Причем при Моисее Они должны были поддерживать Почему они пошли Из другого источника взяли Или подожгли Или взяли Просто с бытового костра Из печи Где жарили мясо Но они не пошли С жертвенника Брать огонь Для курения Нужно было брать Только жертвенника И там день и ночь Должны были караули Чтобы откладывать Чтобы огонь не погас Потому что однажды Господь его зажег Мы должны гореть Этим Божьим огнем Духа Святого Илия Он свел с неба С Божьей огонь Когда Жертву пожрал огонь Апостолы 120 Сидели Искали Господа И огонь сошел на них Огненные языки Явились им разделяющиеся языки Как бы огненный Чил по одному На каждом из них На каждом И в церквах Христовых Должно быть На каждом из нас Должен быть Огненный язык Христос сказал Я должен огнем креститься Крещением огненным И Он крестился огнем И Бог Есть Огонь Пожирающий Который пожирает И сегодня мы Должны быть служителями огня И верность сегодня Братья и сестры Оказывать Не только Богу И братству Но огню И ты можешь сказать Нет Я не предатель Но ты огонь предал Ты огонь потерял Ты огонь Своем служении Позволил угаснуть В твоей церкви Нет огненной молитвы Но мы бодримся Чтобы огонь горел Огонь благовестия Молитвы Поклонения Огонь Хождения с Богом Огонь святости Это тоже огонь Не бывает так Чтобы пастырь был в огне И церковь Никто не горел бы огнем Такого не бывает Потому что огонь пожирает Он обязательно заражает Он обязательно жгет других И если в твоей церкви пустые молитвенные собрания Надо начать с себя Я не хочу сейчас хвастаться здесь Но я знаю, что мне делать Когда огонь потерян Я знаю твердо Что мне делать Усиливать служение огня Разжигать огонь Это единственный путь Как снова огонь Зажечь церкви Это разжигать этот огонь Огонь Святого Духа Огонь Пятидесятницы Поэтому не будьте Сегодня никого не обманете Что вы верные братству Верные Богу Верные Слову А огня нету Если вы предали огонь Вы все вот это предали Поэтому нам нужно пробуждение огня Я призываю сегодня поколение Огненных людей Молодежь особенно Новых людей Верующих Которые пришли недавно к Господу Загоритесь огнем И несите пробуждение огня И пусть запретит нам Господь когда-либо Да сохранит нас Господь Чтобы мы когда-нибудь препятствовали огню Чтобы когда-нибудь из моих узлов сходило Нет, вот это мы не будем делать собрание Нет, вы слишком ревностные Нет, вы слишком много читаете Благовествуйтесь, паститесь Да сохранит меня Господь Здесь Должно быть чрево Которое любит огонь И ждет еще большего огня Создайте у себя Огненные мехи Верность Дому Божьему И Моисей верен во всем доме его Там бросил Здесь собрания нету Там запустение Не верен в доме Он верен во всем доме Пошли меня в какую-нибудь церковь В любую Я буду всем заниматься там Потому что все должно там быть на своем месте Это не значит, что я всем буду руководить Но я должен быть уверен Что там есть жизнь Что там нету гнили Что там ничего не киснет и не ржавеет А это делегировал То делегировал Это послал А потом на них сваливают Люди неверные, люди плохие Не рассказывай сказки Это только младенцы поверят Те, кто знают Бога и служение Никогда тебе такими словечами не поверят Это ты запустил пастырь Своё служение Пастырь запустил Люди везде одинаковые Дашь место плоти Плость победит Дашь место Духу Дух победит Они вечные Создания И когда они принимают Святого Духа Они слышат голос пастыря И хотят слышать и видеть пример Огненного служения И словами здесь не поможешь Подстраивают служение под то, чтобы себе выходные делать И Моисей верен во всем доме его Как служитель Для засвидетельствования того Что надлежало возвестить И вот Моисей в доме Божьем Все Везде Моисей Он служитель верный А Христос как сын в доме его Это еще выше Дом живом мы Если только дерзновение И упование Которым хвалимся Твердо сохраним до конца Если только Сохраним до конца Представь себе Я хочу Ну вот так вот Не бояться Говорить что думаю Представь тебе Жизнь подойдет к концу В этом году уже очень много умерло Звезд и разных И молодых И старых И так далее Внезапно От каких-то даже глупых Казалось бы глупостей С врачебной точки зрения И представь себе Что твоя жизнь Она однажды подойдет к концу То что Можно вспомнить о тебе Кем ты останешься в памяти Что ты принесешь В вечности Одна из немногих вещей Которая меня удерживает От того чтобы уйти Одна из немногих вещей Это Что мне стыдно Еще приходить к Богу С таким маленьким плодом Который я ему принес Мне еще стыдно Появляться так Что я еще не сделал Все что я мог У меня есть сила Которую я ему еще не отдал А это Потеря Моей жизни Все что я для себя сохранил Я это теряю Я это гублю Я это утрачиваю Что все что я оставил для себя Это все моя потеря И все что я дам ему Это его приобретение Поэтому я еще Не считаю Что время пришло Мне нужно еще немного Поработать А плода Стыдно Принести Так мало Но я удивляюсь Некоторым Они вообще об этом не заботятся Они идут с пустыми руками Всегда с пустыми руками Божий человек Никогда не ходит с пустыми руками Он всегда что-то имеет в руке Он никогда к Богу С пустыми руками не приходит Почему Господь дал эту заповедь Не являйтесь к нему С пустыми руками Да потому что в вечность Нельзя прийти с пустыми руками Как вы придете в вечность С пустыми руками Никого не спасли Никого не привели Живете для себя Воспитываете детей Так же как все Ищете большие зарплаты И так далее Молитесь о себе Как можно Совесть потерять До такой степени Я уже не говорю Про проповедников Лжи Которые рассказывают О том что верующий Должен быть Должен быть Если с ним Бог Прекращайте Небесные существа Приходят чтобы мы были небесными И птица находит Породу своего Вы видели Ворона Которая дружит с голубем Вороньи стаи Сорочи стаи Трещат безумолково земном Поднимитесь орлами Пусть это будет гнездо небольшое Но на высоте утесов На высоте скал В недостижимых высотах Господа И у него большое пространство Вы не можете увидеть Много орлов на одном месте Если они действительно Парят и царствуют У каждого своя территория Они пасут Свои угодья Пасите Агонцев Божьих Если любите Христа Пасите Овец Господних Если любите Христа Третий уровень верности Это верность служению И когда Павел Павел даже сказал Скажи Архипу Смотри Чтобы тебе исполнить служение Которое ты принял в Господе Я сегодня обращаюсь к вам Пасторя Архипы Смотри Брат Смотри Сестра Чтобы тебе исполнить Служение Которое ты принял в Господе Но многие сегодня Побросали Представьте себе Чтобы Допустим Братья и сестры На минуточку Сохранит Господь Вот если бы я отпал Если бы меня в мир потянуло Представьте себе Какой бы был ущерб Для Царства Божьего Какая была бы утрата Какой бы был ущерб Если бы я был неверный Вы представьте себе Многие бы из вас Отвалились И возрадовали Что теперь можно А представьте себе Что я огонь потерял И перестал вам так проповедовать Как сейчас проповедую И начал бы Лить воду Просто пустоту Чтобы вас Ну Утешать Представьте Какой ущерб был бы Если бы меня в мир потянуло Или если бы я отпал Я говорю почему Потому что я боюсь И я не боюсь Потому что лучше умереть Чем в такой позор зайти Лучше умереть Прямо сейчас Чем такое позорище себе В вечности И на земле оставить Слово судит Благодари Что оно судит Что еще слышишь его Если бы отпали верные сегодня Лично я бы сделал других Мне нельзя падать И тебе так же надо видеть Что ты не имеешь права падать А почему тогда ты отпал От огня Следующая верность Это верность братству И так каждый должен разуметь нас Как служителей Христовых И домостроительный тайн Божьих Так разумеете нас Так разумеете меня Как служителя Христова И домостроительного тайн Божьих И верных Так разумеете А домостроителей требуется Чтоб каждый оказался верным Для меня очень мало Значит как суете обо мне вы Или как судят другие люди Я и сам не сужу о себе Вот это правда Абсолютно аминь Два раза Потому что я точно так же думаю Как Павел сказал Как Павел сказал Я уже сюда пришел Это моя комната Это моя ниша Повторю еще раз И так каждый должен разуметь Меня как служителя Христова И домостроителя тайн Божьих А домостроителей требуется Чтоб каждый оказался верным Для меня очень мало значит Как суете обо мне вы Или как судят другие люди Я сам не сужу о себе Бог знает Мой суд И была верность Церквам Павла И проявилась неверность Димаса Александра Медника И разные другие служители Которые он по именам Перечисляет Чтобы люди знали Что они отступники Я говорю сегодня К служителям особенно Пастырями лидеров И написано Всегда учащихся И никогда не могучих Дойти до познания истины Как и они и Амбри Противились Моисею Так и сии противятся истине Люди развращенные умом Невежды в вере Да они невежды Спросите их про глубины Божьи Они про них ничего не знают Поэтому и бесятся Но они немного успеют Они вообще ни в чем не успеют Ибо их безумие Обнаружится пред всеми Как и с теми случилось И последнее Верность Мечте Призвание Павел пишет Братья Я не почитаю себя достигшим А только забывая заднее Простираясь вперед Стремлюсь в цели К почести Вышнего звания Во Христе Иисусе Итак, кто из нас Совершенно так должен мыслить Если же вы о чем иначе мыслите То и это Бог вам откроет Высшая мечта Павла была Высшее звание Божие Во Христе Иисусе Самая близкая позиция К сердцу Христа Смотрите Почему? Любовь Потому что он так возлюбил Бога О чем ты мечтал и мечтаешь Вот когда ты принял Христа Когда ты получил Святого Духа Ты вообще получил мечту Вот я наивен может быть настолько Но мне кажется, что нет ни одного человека без мечты Хотя возможно бывает Психологи говорят, что бывает Но это какое-то отклонение Бог сотворил человека с мечтой Это значит птица с крыльями Не которая просто так для красоты Чтобы бить ими Не для того, чтобы просто махать Но чтобы парить И мечта Это как раз Наша площадь Наша мощь крыльев Если нет мечты В Божьем человеке Высшей мечты В Боге Во Христе мечты У нас нету мотивации Жить на пике Все, что есть какая-то мотивация Там где-то устроиться Что Бог тебе помог Там там жениться Детей родить там здоровых Профессию обрести Но Бог помогает Но не для этого Он тебя спас Чтобы ты был счастливым на земле Он вообще-то тебя для себя Приготовляет Для себя А не для тебя И вот красивая девушка Родилась Невеста Христова И говорит Я не хочу замуж выходить Я останусь одна Мне нравится Я себе нравлюсь Все Потом она станет бабушкой И нет потомства Ничего То есть И так вот церковь Которая сфокусирована На эгоизме На земном Она не хочет Христа Она не хочет быть Женой Христа А если хочет То тогда люби его Люби больше всего О чем ты мечтал И мечтаешь И условия Конечно для этого Это полное посвящение Потому что Господь Не волшебник Чтобы бегать И наши Прихоти Исполнять Прежде чем Сказать Ему Сначала подумай Условия Это полное посвящение Я говорю О высших вещах И судьба в Боге Зависит от посвящения Что такое Много плода Что такое Божий дар Человек Божий дар А я дар Какой Как Бог видит меня Как дар А что значит Моя молитва В духовном мире Что моя молитва Значит для моего Отца Имеет ли на тот вес Когда Бог Слушает меня Внимательно Внимательно ли Меня слушает Бог Не когда я включаю В веру А когда я говорю Шепотом и тихо Он полон внимания А что такое Забег Что такое Последний забег Твой последний забег В чем заключается Что он произошел С дистанции Или продолжаешь Усиливаться Какова твоя Высшая мечта Что ты делаешь С ней Может быть Ты предал ее И вы помните Я рассказывал Эту же историю Она была Фактически Извините За повторение Но однажды Епископ Старый уже Пожилой Обложенный Десятками внуков Там множеством детей Он собрался На свой юбилей Уже больной Уже почти на Одре И собралась С ним огромная толпа И церковь пришла И друзья пришли Издалека приехали И родственники И сыновья Дочери И детья И невестки И приехали Очень много внуков И все говорили Какой Божий человек Прекрасный Как все у тебя удалось Как много плода Ты принес в этой жизни Как ты не напрасно Жизнь прожил И он плакал Он сидел на постели И его Святой Дух Посетил Он пронзил Его сердце И напомнил ему Его первые молитвы И он сказал всем Вы бы собрались здесь И я благодарю вас Что вы пришли Чтобы почтить меня Но я хочу сказать вам Моя жизнь Это жизнь отступника Не в это должен Я был расти А я должен был быть В другом призвании И у него хватило Смелости сознаться В этом последнем забеге И я думаю Что он победил Он пришел к честности И он сознался При всем том мнимом Когда бы был он Опьянен этой славой Которую ему давали люди А люди слабые Они часто лгут Сами того не желая И не зная Но он сказал Я отступник Потому что Не в этом должен Я был двигаться Это очень сильно Вот это меня касается Такой уровень честности Меня пронзает А как у тебя Если бы был ангел Твоего гения Если бы был такой ангел Ангел твоего гения Как бы он тебя встретил Верен ли ты Ангелу Твоего призвания в буду Ангел Моего призвания Он идет рядом Ангел Моего призвания Предаю ли я тебя Живу ли я в предательстве По отношению к тебе Или я В любви с тобой Очень серьезно Поэтому сегодня я Хочу сказать Один из этих Напомнить И мы помолимся Верность не только Богу И церкви Верность огню И она все проверяет Продолжаешь ли ты Полыхать В любовью к Иисусу В любовью к ближнему Продолжаешь ли ты Гореть И зажигать Сердца людей Вокруг тебя Или ты Предал огонь Предал огонь Вот о чем речь Дорогие друзья И это не проповедь Это зов Это зов к нам Это не проповедь Это призыв Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому